Субтитры подогнал «Симон» В Израиле в ортодоксальном движении не очень любят это место Писания Я знаю одного, который занимал очень высокий пост в религиозной сфере в Израиле И у него было много потенциала И он один раз прочитал книгу Исаии И один из больших рабинов увидел, как он ее читает И тогда тот раб сказал другому, тот которому он был все еще молодой тогда И он сказал, нельзя тебе вообще это открывать книгу без руководителя, без сопровождающего, который тебе тут же бы объяснял, что там написано И он спросил, почему это? И он тогда сказал, потому что ты можешь того человека там увидеть, если ты вдруг нечаянно один будешь читать эту книгу И мы говорим, что тот человек это Ишуа И мы знаем, что все толкование религиозной системы главы 53 в книге Пророка Исаии Особенно в последние 70-80 лет Они говорят, что здесь говорится про страдания народа Израиля И они говорят, что если вы будете читать не только Исаии 53 главу Но главы, которые идут до, то вы увидите, что здесь говорится про народ Израиля И на самом деле это неправда Это неправда Конечно, некоторые стихи в этой главе Исаии 53 можно отнести к народу Израиля Но на самом деле нужно очень постараться, чтобы это сделать Потому что там говорится про какого-то конкретного человека одного И мы сейчас будем учить это Я да, хочу начать немножко до этого И хочу сделать небольшой обзор предшествующих глав Мы будем изучать Исаии 53 главу Но несколько предложений я скажу начиная с Исаии 47 главы Исаия был священником И в самого детства Святой Дух пребывал на нем И очень рано в раннем возрасте он проявил себя в Израиле как пророк Божий И люди очень уважали и почитали его пророчества И искали его для того, чтобы он пророчествовал о будущем Есть пророчества Исаии, которые связаны с тем периодом в жизни, в котором он жил Есть другие, которые говорят о будущем И вот Исаия 47 глава Он пророчествует здесь вавилонском народу Почему? Потому что в это время израильский народ находился в пленении у Вавилона И обычно Когда кого-то захватывают в плен С ним, с пленными обращаются не очень красиво Мы видим, что сейчас происходит с нашими пленами, которые находятся в руках Хамаса Но там, в Вавилоне С внешней стороны Народ израильский очень неплохо справился Но в духовном плане Вавилон духовно отравил народ израильский Это очень связано с тем, что Илья рассказывал нам в недельной главе Потому что мы ищем там, где нам удобно И не всегда ищем там, где Бог хочет, чтобы мы были И нам нужно приучить себя И искать духовное Вот народ израильский находится в Вавилоне Этот яд с других народов потихоньку заходит и поражает наш народ И в Исаии 48 Бог уже говорит к своему народу Который находится в Рассейне, Вавилоне И отравлен идолопоклонством Он говорит, вы клянетесь, но не от меня Вы делаете вид, как будто вы принадлежите мне Но на самом деле у вас совершенно другие ценности сейчас И здесь Бог говорит Лидером народа Израиля Я даже готов сказать духовным лидерам народа Израиля Когда мы смотрим На духовных лидерах народа Израиля В истории, которая нам знакома Мы видим, что всегда есть проблема Итак, Исаия, это 400 лет назад Иисуа говорит Вы говорите, что Иисуа Вы говорите, что Иисуа Но не от меня Иисуа За много лет до рождения Господа Иисуа Сказал Вы говорите моим именем, но не от меня Когда Иисуа 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 400 лет назад Он сказал И, к сожалению, сегодня уже больше 2000 лет Я говорю это в страхе, но я могу сказать, что мы, к сожалению, видим совершенно ту же картину В самой ортодоксальной общине Есть огромное количество разделений И каждый бежит за тем, что говорит его собственный раб И вместе они объединились только в том, чтобы быть против всех остальных израильтян И вы, конечно, видите все, что происходит сейчас по новостям Связано со всем Со службой в армии С налогами Абсолютно со всем Я живу в Израиле где-то 35 лет И я в шоке Когда я вижу, что происходит сейчас Среди народа Израиля Те, которые должны были говорить правду О единстве, о Торе Они этого не делают И здесь я хочу сказать нам Мессианским верующим У нас есть живая жертва И у нас есть священник, который истинный и действенен именно в это время И у нас есть священство Мы являемся священством Не на одну минуту Не пренебрегайте вашей способностью Прийти к Богу через имя Господа Ишуа И мы продолжим говорить С Исаии 49 главы Там говорится о призвании народа Израиля И Бог говорит Ты раб мой Израиль И через тебя я прославлюсь И конечно это глава народа Израиля Но не только Мы знаем, что в Танахе у Бога есть много имен Также есть много имен И мы забываем Ишуа 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 Имануэль Мы знаем В Исаии написано все эти имена Авиат, царь Шалом, Имануэль Пеле Йоэц Творец чудес С нами Бог О Исраэль Царь Мира Или Израэль Шем Исраэль Это не только имя народа Также имя Мессия Потому что если мы возьмем и разберем Что такое Израэль Оно означает Божий князь Да, царь Эль это Божий князь Это князь над Израэлем Или тот, кто представляет Бога И мы можем сказать Что именно эта глава Про народ Израэля И про Мессию И если мы продолжим вперед И мы уже в 50 главе Видим, что Бог говорит К народу с разочарованием И Бог говорит Неужели я дал Разводное письмо Вашей матери Почему вы не приходите ко мне Почему вы пренебрегаете мной И идете к другим целителям Если мы подумаем про сегодняшнее время То состояние совершенно такое же Если мы продолжим читать 50 главу То в 4 стихе мы видим практически плач И это плач Мессии Господь дал мне язык мудрых Чтобы я мог словом Подкреплять изнемогающего Каждое утро он пробуждает Ухо мое Здесь мы уже видим подготовку К рассказу о самом Мессии И Исаия 51 глава Также возглас практически плач Послушайте меня Послушайте меня Первый стих Если вы стремитесь к истине Посмотрите откуда вы пришли Посмотрите на Авраама и на Сару Во-первых это наши прародители Но Авраам и Сарак Когда они принесли в этот мир Исаака Они были очень уже пожилые люди И обычно в таком возрасте Уже не рожают детей Здесь мы видим чудо Бог говорит аллегорическим образом Нашему народу Что вы народ Который возродился из чудо И если вы приходите ко мне То я оказываю вам милость Исаия 52 глава Это уже про благовестника Благословения Вы помните что написано там Как прекрасно Ноги благовестующих на Сионе Это относительно тех Которые благовестуют на Сионе И также те Которые молятся за Сионе Вот мы заходим в Исаия 53 главу И здесь как мне кажется Не говорится про наш народ Я опять-таки говорю Что в предыдущих главах Да, можно найти слова Про страдающий народ Но здесь мы видим Что говорится про мессию Про одного человека Про какую-то личность Индивидуальность В 53 главе Пророк Иса Есть 12 стихов И мы будем разбирать Стих за стихом Я вчера долго Разговаривал по телефону С Ширли Потому что Ширли Супер знает Иврит Я его не так хорошо знаю И она мне Помогла Объяснить Именно сложные слова И поэтому Я вместе с Ширли Заново Сделал перевод Это не говорится О том Что написано у нас Это неправильно Но Когда мы Углобляемся И читаем Именно С правильными Аглосовками То мы видим Другое значение Не в каждом Стихе Но где-то В некоторых местах Кто поверил Слышенному От нас И кому Открылась Мышца Господня Мы помним Разговор Между Иешуа И Петром Иешуа спросил Петра Что люди Думают Обо мне И тогда Петр сказал Ты Мессия Сын Бога Живого И что Иешуа Ему тогда Ответил Кто помнит Не плоти кровь Открыли тебе Это Но Отец Мой Сидящий На небесах Здесь Мы видим То же самое Есть вещи Которые Выглядят Очень Простыми Но иногда Касается На Святой Дух И вдруг Человек Заново Открывает Глаза Здесь Я хочу Сказать Что-то Не связанное С главой Но Из Жизненного Опыта Послушайте Хорошо Пожалуйста Помните Написано Не суди Ближнего Отвоему Иногда Мы Ставим Клеймо Клеймо Он Не понимает Он Это Не Делает Так Не Делает Но Иногда Человек Именно Вот Такой Самый Человек И Нам Нельзя Закрывать Глаза Мы Видим Нам Нужно Смотреть Но Не Осуждать Не Судить И Вдруг Человек Бог Касается Этого Человека И Он Пробуждается И Тогда В нем Открывается Этот Источник И Вот Ешуа Говорит Мой Отец Который На Небесах Может Открыть И Исайя Говорит То же Самое Только Бог Своей Силой Может Прикоснуться К Человеку И Открыть Ему Мы Конечно Можем По Своей Способности Что-то Выучить Но Знание Человека И Мудрость Нисходящая С небес Это Две Разных Вещи Второй Стих И И Он Зашел Придним Как Отпрыск И Как Росток И Сухой Земли Нет В нем Ни Вида Ни Величия И Мы Видели Его И Не Было В Нем Вида Который Привлекал Нему Есть Такое Слово Когда Мы На Еврите Говорим Нехмат Приятный Приятный Человек С ним Хорошо Приятно Находиться В Его Обществе Когда Мы Смотрим Фильмы Про И Шуа Или Мы Смотрим Какие-то Картины И Шуа Выглядит Приятно У него Приятная Внешность Здесь Написано Что В нем Не Было Приятного Вида И Очень По Внешнему Виду Может Сложно Было Понять Что Это И Этот Человек Было Что-то Отличающее От Того К Чему Мы Привыкли Послушайте Иногда Мы Строим Себе В голове Программу И Говорим Это Божья Воля Чтобы Все Было Правильно И Приятно Но Происходит Не Очень Приятно И Человеческим Разумом Мы Говорим Это Неправильно Но Иногда Вещи Происходят Неприятно Не Так Как Люди Себе Привыкли Их Представлять Но Это Все Равно Происходит По Божьей И Поэтому Я Говорю Вам То же Самое Не Судите Быстро Потому Что Можно Пропустить Что Очень Дорогое Третий Стих И Исайя 53 Исайя 53 3 Небза Вехадал Ишим Иш Микоавот Ве Иудея Холи Веке Местер Паним Веке Мастер Паним Мемено Небза Велло Хашаве Эну Он Он Был Презрен И Умолен Перед Людьми Муж Скорби Изведавший Болезни И Мы Отвращали От Него Лицо Свое Он Был Презираем И Мы Ни Во Что Него Ставили Его И Я Вам Переведу Как Мы С Ширли Просто Истолковали Каждое Слово С Иврита На Русский Презрен И Унижен Перед Людьми В Страданиях И Болезнях Отвращали Лицо От Него И Им Пренебрегали Мы знаем Что Ишу Исцелил Многих Людей И Были Исцеления Такого Уровня Что Люди Понимали Что Еще Такого До Не Было Но Скорее Всего Согласно Этому Месту Писания Он Сам Не Всегда Был Здоров Здесь Написано Муж Изведавший Болезни То Когда Он Исцелял Людей Иногда Он Сам Был Болен Мы Очень Много Слышали Теологии Про Успех Богатство Здоровье И Как Все Прекрасно Мы Понимаем Что Ушам Это Слышать Приятно Но Это Ложь Конечно Мы Молимся Об Этому И Мы Делаем Все Что В Наших Силах Для Того Чтобы Жить Более Здоровой Жизнью И Также Мы Хотим Добиться Финансовой Стабильности Ездить На Хорошей Машине Одеваться В Красивую Одежду Здесь Говорится Про Человека Который Был Очень Часто Болен Другого Истолкования Нет Вы Читаете На Иврите Это То Что Там Написано Четвертый Стих Он Взял На Себя Наши Немощи И Понес Наши Болезни А Мы Думали Что Он Был Поражаем Наказуем И Уничижен Богом Я Думаю Что Именно Это Место Писания Относится К тому Времени Когда Ишуа Был На Кресте И Когда Он Висел На Кресте То Многие Люди Думали Что Такова Божья Воля И Здесь Написано Божественная Которая Проходит Такие Проблемы И Страдания Оно Человеческим Разумом Не может Быть Понято Мемших Пасук Пятый Стих Но Он Изъязлен Был За Грехи Наши И Мучим За Беззакония Наши Наказание Мира Нашего Было На Нем И Ранами Его Мы Исцелились Есть Стихи Ше Меот Тов Мет Рогамим Ба Тиргум Арагиль Есть Некоторые Стихи Которые Хорошо Переведены В Синодальном Переводе А Есть Которые Я Читаю С Другого Перевода Для Того Чтобы Более Глубоко Понять Что Написано В Оригинале Он Осквернен За Преступление Наши Не за Грехи А за Преступление За Вину Нашу Подавлен Подвержен Депрессии Несет На себе Ношу Мира И В Ударах Нанесенных Ему Исцеление Для Нас Здесь Мы Видим Что Из-за Преступления Людей Я Уже Много Раз Учил Что Именно Здесь В Исаии 53 Главе Очень Хорошо Это Видно Я Говорил С Одним Моим Другом Который Адвокат И Он Говорит Что В Израильской Юриспредит Юридической Системе Три Вида Преступлений Грех Там нет Греха Грех Наверное Переводится По-другому Скорее всего Официальных Но есть Такой Вид Преступления Который Не использую Слово Преступления Грех Очень Такое Легкое Что-то Когда Ты Или Словесно Оскорбил Человека Или Может Быть Ты Его Имуществу Принес Какой-то Вред Или Специально В общем Что-то Такое Что Может Быть Ты Пойдешь В тюрьму Может Быть А Может Быть Отделаешь Со Штрафом Потом Есть Вина Когда Этот Виновный Намного Более Это Вина Более Серьезна Когда Ты Украл Деньги Или Когда Ты Кого-то Испокалечил Побил То Это Может Ты Можешь Пойти В тюрьму До Четырех Пяти Лет А Есть Преступление Когда Можно Пожизненное Получить Это Изнасилование Это Убийство Здесь Написано За Преступление Что Он Получил Наказание Именно За Наши Преступления Что Он Был Извязлен За Наши Преступления За Нашу Вину Его Отвергли И Он Находился В Депрессии Депрессия Это Не Всегда Если Человек Страдает От Депрессии То Ему Нужно Проверить Свою Душу Возможно Он Сделал Что Более Серьезное Чем Грех Может Он Сделал Совершил Вину Вот Так На русском Сложно Да Капец Да Капец Сложно Но Оно Так Слыха И Я Скажу Это Слово Когда Мы В Депрессняке Это Не Всегда Так Не Всегда Так Но Иной Раз Депрессия Приходит К Человеку Который Совершил Что То Более Серьезное Чем Грех Он Оскорбил Очень Тяжело Кого Он Нанес Кому То Очень У Погаб Мишу Баб Цаим Меод 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 Кот Когда Человек Ранил Другого Очень Гніва Очень Глубоко Или Он Украл Что То У Человека Не Всегда Есть Разные Причины Для Депрессии Но Одна Из Причин Для Депрессии Это Когда Человек Несет В себе Вину Какую Если Вы Страдаете Какой То Болезнью И Я Могу Сказать Практически Точно Что Это Произойдет Шестой Стих Все Все Блуждали Как Овцы Совратились Каждый На Свою Дорогу И Господь Возложил На Него Грехи Здесь Опять Преступления Всех Нас Вину Вину Всех Нас Тяжелых Преступников В этом мире Не так Много Есть К сожалению Есть Но Не так Много Намного Больше Людей В чем То Виноваты Сделали Что-то Плохое И Они Помнят Это Внутри Себя И Есть Место Когда Ты Приходишь К Господа И Просишь Прощения За Вину Преступления И Грехи Здесь Написано Что Мы Все Как Блуждали Как Овцы И Ошиблись Овцы Стадо Овец Стадо Посмотрите На Наш Наш Народ Посмотрите На Другие Народы Кто-то Стоит И Морочит Вам Голову А Мы Как Весь Народ Как Все Стадо Идем За Этим Человеком Ты Читаешь Этот Стих И Он Настолько Актуален Сегодня Те Которые Говорят Про Нас Используют Смех Или Они Используют Гордость Для того Чтобы Возгородиться Над Нами Или Они Наоборот Побуждает Нас Возгородиться Ты Можешь Всего Достичь Ты Можешь Достичь Того Что Бог Приготовил Для Тебя И С Чем Ты Согласился Внутри Это То Что Ты Можешь Достигнуть Но Они Распространяют Лож И Многие Люди Кушают Эту Лож И Идут За Ней Седьмой Стих Нигаш Нигаш Ве На На Ве Ло Ивтах Пив Кесе Летеб Йувал Ве Керах Леф Не Гоз Зе Не Лма Ве Ло Ивтах Пив Он Истезуем Был Но Страдал Добровольно И Не Открывал Уст Своих Как Овца Веден Был Он На Зак Лане И Как Агнец Петстрягущим Его Безгласен Так Он Не Отверзал Уст Своих Я Помню Как Йосиф Шулам Лемед Иц Лейну Арбе Шаним Леп Я И Он Объяснял Нам Значение Имен Про Матерей Израиля Рахель Это Как Молодая Овца Сара Это Уже Старая Овца Которая Не Может Принести Потомство А Ле Это Овца Которая Очень Много Может Приносить Потомство Здесь Написано Как Рахель Они Корея Как Рахель Перед Стригущим Нем Была Безгласная Что Здесь Интересно В Седьмом Стихе Три Раза Написано Что Он Не Открывал Уз Своих Два Раза Написано Не Открывал Уз Своих И Третий Раз Что Он Как Будто Про Игнорировал Все Что Когда Я Думаю Про Ишуа Я Вот Вижу Эту Картину Что Берут Его На Крест И Мы Помним Из Евангелии Что Был Момент Когда Пилат Искал Как Отпустить Его Потому Потому Что Пришла Одна Из Причин Его Жена И Сказала Что Я Видела Сон И Во Сне Много Страдала За Этого Праведника И Вот И Ему Задают Разные Вопросы Что И Провоцировал Чтобы Они Еще Вы Евреи Распяли Его Сын Божий Избрал Не Открывать Своего Рта Для Того Чтобы Смертный Приговор Произошел В Его Жизни И Об Этого Написано Очень Ясно И Те Же Слова Я Хочу Сказать Нашим Братьям Религиозным Как Вы Говорите Что Это Написано Про Народ Израиля Что Он Выбрал Молчать Наш Народ Вообще Рот Не Закрывает Восьмой Стих От Уз И Суда Он Был Взят Но Рот Его Кто Изъяснит Ибо Он Отторгнут От Земли Живых За Преступление Народа Моего Претерпел Казень Я Дополнительный Перевод Прочитаю От Уз И Суда Взят Кто Сможет Пояснить Его Происхождение Взят От Земли Живых И За Преступление Народа Моего Навредили Ему Катув Кан Здесь Здесь есть еще один очень интересный момент Написано, что его поколение Кто Происхождение Кто Сможет Объяснить У нас Есть Рассказ Рождение Ешуа Написанное В Луке И В Матфее Они Не Сочетаются Есть Несколько Версий Почему Там Есть Разница В Родословии Маше Есть Герца Решуна Ше Ехад Ми Йосеф Ехад Ми Мария Написано Один Есть Такое Объяснение Что Родословная Одна Написана Марии А Вторая Родословная Иосифа Я В это Не Очень Верю Я Думаю Что Два Одного Из Родителей И Скорее Всего Все Так Иосифа Матфей Использует Настоящие Имена Про Отцов А Лука Кого Использует Ливератский Брак Это Значит Человек Женился Но У него Не было Детей И он Умер Допустим Такая Ситуация Была У Анана И у Его Брата Я забыл Его имя Сыновей Иуды Которые Женились На Тамар И написано Что Брат Его Умер А Анан Не хотел Восстановить Имя Брату Его И тоже Был умер Счлен Господом Богом То есть Если человек Женился На вдове Бездетной Своего Родного Брата То Ребенок Который Рождался Он Был Бен Умершего Брата Он Не Был Первый Ребенок Он Не Был Бен Реального Отца Скорее всего Лука Использовал Вот эти Имена В послании К евреям Так же Написано Про Родословную Иешуа И Там Говорится В стиле Исаи Он Говорит Что Почину Мельхиседека То есть Мы Не Знаем Ни Отца Ни Мать Настоящих И Сегодня Мы Видим Столько Много Людей Которые Сорятся Кто Он Кто Его Мать Кто Его Отец Откуда Он Пришел Я думаю Что Эти Соры Были И Тогда Когда Он Был На Этой Земле И Родился Потому Что Девушка Сказала На Меня Снизошел Святой Дух И У Меня Есть Ребенок Понимаете Это Очень Проблематичная ситуация Но Про Этот Случ Было Заранее Написано 400 Лет До Рождения И Ему Назначили Гроб Со Злодеями Но Он Погребен У Богатого Потому Что Не Сделал Греха И Не Было Лжи В У Стах Его 400 Лет До Того Как Ешуа Был Распят И Погребен И И Сай Уже Сказал И Он Не Сказал Про Народ Израиля Он Сказал Про Человека Когда Он Был Распят По Правую И По Левую Сторону Были Два Преступника И Обычно После Распят И Брали Снимали И Бросали В Могилу Преступников Бли Шум Шири Без Плача Малит В Почести Просто Бросали И Закапывали Но Мы знаем Что Йосеф Богат Человек Попросил Тело И Положил Его В Своей Гробнице И Вот Здесь Очень Сильные Слова Алло Хамас Аса Не Бало Безакония Злодияние Пам Носиф Носиф Наскну Курим Мила Хамас Бабрешит Парк 6 Еще Еще Один Раз Читаем Название Хамас В Шестой Главе И Там Написано Что Наполнилась Земля Злодеянием И Тогда Бог Принес Потоп Очень Сложно Понять Как Переводится Это Слово Здесь Или Это Преступление Уже Такого Рода О Зе Мацав Шел Бен Адам Ше У Квар Кольках Шавур Бепеша Шеквар Эйн Шум Рифуа Векапара Вуро Или Это Состояние Человека Который Настолько Его Душа Заполнена Преступлением Что Уже Он Не Может Покаяться Уже Никакая Жертва Не Может Подействовать Для Него А Валькан Кату Шум Довар Мезе Написано Что Ничего Этого Не Бало У Мессии И Не Бало Лжи В Устах Его И Он Роим Ло Роим А И Шоу В Умер Зе Се А Эл И Когда Йешуа Пришел К Йоан Для Того Чтобы Погрузиться В В В В То Скорее Всего В Этот Момент Открылись Глаза И Он Увидел В Нем Не Просто Родственника А Того Кто Он Поистине Был И Сказал Это И Агнец Божий Посук Юд Девятый Десятый стих Но Господу Было Угодно Поразить Его И Он Придал Ему Мучению Когда же Душа Его Принесет Жертву Милостивления Он Узрит Потомство Долговечное А еврит По Каша Русит Гам Я Сделаю Перевод Божье Желание Чтобы Его Притесняли То есть Это Божий План Божье Желание Божий План Чтобы Его Притесняли И Он Дал Ему Эти Страдания И Положил На Его Душу Обвинение А Он Увидит Потомство Свое И Воля Творца Его Руке Преуспеет Это Божьи Это Божьи План Но Всегда Были Люди Против Него И Были Такие В то Время Когда Он Разговаривал И Когда Его Распяли После Того Как Он Воскрес Были Люди Против Него Гам Б Израэль Гам Б Книс И В Израэль И В Церкви Есть Наши Либерали Люди Люди Которые Не Могут Принять Чудо Божьего Сына Ничего не остановит то, чего достиг Иешуа. И нам нужно просто с ним двигаться вместе. Он как поезд, который несется вперед. И нам нельзя спрыгнуть с этого поезда. Может быть, у нас есть другие мнения, вопросы, сомнения иногда. Но, главное, сидите внутри и задавайте свои вопросы. Потому что написано, что он уже видит хорошие результаты. Воля Бога в его руке преуспеет. А тем юдим, есть козы сипур. Одна женщина работала у одного богатого, преуспевающего человека. И когда ей нужно было выйти на пенсию, он выписал ей чек на полмиллиона долларов. И он сказал, ты так долго и верно работала со мной, что я хочу благословить тебя. И она сказала, мне не очень нужны эти деньги. И он сказал, почему я тебе платил нормальную зарплату, но не обогатил тебя во время работы. Она говорит, я видел, как ты вкладываешься. Как ты делаешь вложения в различные акции. И я то же самое делала, повторяла за тобой, только не такими большими деньгами. И ты супер преуспел, потому что ты большие деньги вкладывал. Но я тоже преуспела, потому что в тех же компаниях покупала акции, в которых и ты. Здесь есть принцип. Когда ты видишь, что у кого-то есть обещания с небес такие высокие, и ты понимаешь, что это обещание Бога, что это Божий человек. А ты захочешь от него, и ты перейдешь от него в любых местах жизни. То нужно просто схватиться за него и идти во всех жизненных ситуациях. Не всегда это будет подъем. Иногда даже будет спуск. Но в постоянный спуск все равно не будет. Всегда есть подъем и спуск. Схвати из-за этого человека. Им ядаем, им рыглаем, им щинаем им отца рыглаем. Руками, ногами, если нужно, зубами. То, что написано здесь, что Божья воля в его руке преуспеет. Пасук ют алиф. Одиннадцатый стих. Это очень сложный стих. И для того, чтобы понять его, нужно прочитать с согласовками. Меамаль навшо ирае изба. Бедаато ядзик цадик авди лерабим. Ве онотам ху избол. А вонотам ху избол. Я переведу. Перевод тут отличается смысл от того, что написано в обычном переводе. Труд своей души увидит, и этим будет доволен насытиться. Изба. Когда ты делаешь что-то, ты делаешь в доме, не знаю, какой-то работой, что ты не любишь делать, но женщина решила ее делать, и ты делаешь. И в конце концов, я делаю это. Вау. Нина, делай это. Вот, например, дома тебе жена уже в голове сделала, чтобы ты какую-то работу сделал. И тебе не очень хотелось, но в конце концов, ты себя преодолел, ее сделал, и вот так смотришь и говоришь, вау, молодец, я сделал эту работу. И Нина, Нина, Леня, бьюф, от вам бьюф. Вот Нина говорит, Леня, ну сколько уже можно с этой канализацией мучиться? Ве, седрзе, я зо, я ворбе отцомолкала. А Леня говорит, да пройдет оно сам, так, со временем. Ве, поспочи, ладава растите, дзе. Оно не проходит со временем, поэтому я это сделал. Ве, вау, осита. И она говорит, молодец какой. Ве, они умерли, вау. Я говорю, вау. Класс, я герой. Сделал. Изба. Я прям довольный был с собой. Это то, что написано про Авраама, Исаака и Якова. Что они прожили непростую жизнь. Но они пошли в вечность, наполненные довольные жизнью. И здесь еще одно предложение, очень сильное. Своей праведной... Давай я переведу. Он в своем познании или в своем разуме, праведник, будет оправдывать, кого захочет. Это много, там тоже многих написано, Рабин, да? Через познание его. То есть, по-катув и монахну мы кериму то, азу мацдикотано. Тут написано, если мы узнаем его, то он нас оправдывает. Очень такая христианская теология. Поверь в него, и он будет оправдывать тебя. Но это не то, что здесь написано. Написано по своему мнению. Он, мой праведник, будет многих оправдывать. Что это значит? Мы знаем место из Нового Завета, когда Ишуа сказал, сейчас мой отец никого не судит. Но он предоставил мне весь суд. Сейчас судье является Ишуа. И мы своей теологией не будем объяснять ему, кого нужно оправдывать. Потому что он знает, кого он собирается оправдать. Поэтому не нужно очень быстро кого-то осудить. Что этот человек вообще отброс, он пойдет в ад. Откуда ты знаешь? Разве у тебя есть разум Мессии? У нас только есть рекомендация, чтобы мы имели разум Мессии. Молитесь, чтобы получить разум Мессии и чувство Мессии. Но у нас нет вот этого разума, посредством которого мы можем судить. И это все потому, что он на себе понесет их вину. 12 стих. Идем ему многое, и перед возвышенными, перед отцумим, перед великими, поделю ему добычу за то, что он отдал на смерть свою душу. Его признали преступников. Грехи многих нес и за преступников ходатайствовал. Я объясню, как я понимаю значение этого. Иешуа, бен Элухим, Божий сын Иешуа, Баба Басар, пришел во плоти. Есть люди, которые говорят, когда он исцелял людей, он использовал свою божественную часть. Или когда он шел по воде, он использовал свою божественную силу. Или когда он говорил воде или ветру, прекрати и умолкни, он использовал свою божественную часть, свою божественную силу. Я так не понимаю. Если вы так понимаете, то у меня нет с этим проблемами. Я думаю, что когда Иешуа родился от Мириам, он был 100% плоти кровь, как мы. И в его подчинении Святому Духу, он мог делать все чудеса и знамения. Он также был атакован различными искушениями, как и мы. Но он стоял верно против всех искушений. Поэтому написано в послании к Иерии, что у нас есть пример на кого быть похожим. Что в плоти стоял против всех искушений и может искушаемым помочь. И поэтому мы, которые проходят различные искушения, нужно просить милости, но также думать о Иешуа и думать в тот момент, как бы Иешуа поступил в этот момент. Здесь есть одно слово, что у него будет часть между великими. Кто эти великие? Очень сложно понять. Я просто свою теорию хочу вам сказать, не знаю. Они хошев, ше ешь сук шел яцерот, я думаю, что есть какие-то создания, ше Илухим яцаротам, которых создал Бог, ше батанахем ни крым бне Илухим, которые в Танахе написано на сыны Божьи или боги или звезды. Это какие-то великие творения, существа, которые находятся где-то, где мы не знаем, не понимаем. Возможно, немножко говорится об этом в книге Еноха. Адам, Адам решен. Человек, первый человек Адам, он был создан не для того, чтобы просто жить на этой земле. Но также Бог дал ему влиять на эти высокие места. Но Адам выбрал другое направление. И мы читаем в послании к Ефесянам первой главе, что из-за того, что Ешуа страдал и пошел тем путем, который выбрал для него Бог, Бог дал ему эту власть примирить небеса с землей. И поставил его превыше всех начальств властей и всех существ. но не в качестве Сына Бога, но в качестве человека. то, что первый человек не смог сделать, Ешуа смог сделать. И поэтому написано, что мы его народ, не только про народ Израиля. говорится про каждого, кто выбрал его своим искупителем и лидером, должны сидеть рядом с ним в этом превознесенном месте. Сложно это понять. Но результат этой жертвы очень большой. И мы учим, когда мы находимся вместе, в таком месте, где нам нужно чем-то пожертвовать ради небесного царства, и мы этим жертвуем, Бог нас обильно благословляет за это. Давайте мы встанем и помолимся. Вчера Шлому меня спросил. Ты говорил про это, про это, люди подходили, спрашивали тебя, задавали тебе вопросы после проповеди? Я говорил нет. Тогда может быть вообще ничего не поняли. или все поняли. Или вообще не слушали. Отец Небесный смог погрузить нас в глубины не в глубины человеческой мудрости. но дай нам пережить глубины небес. Так же как молился Шауль. Дай нам огонь с небес. Дай нам вместе со всеми святыми познать что такое глубина и широта и долгота и высота и приблизиться к тебе. Отец, я молюсь, чтобы наша вера смогла задействовать многое. Мы признаем, что мы маленькие люди. Но мы твои дети. Я помню, как молился Даниэль. И ангел сказал ему, Даниэль, ты муж желаний. Я молюсь, Господь, что ты дам вам желание искать тебя и укрепляться в вере. Во имя Ишуа Мессии. Амин. Амин.